Всем доброе утро! Сегодня яркое солнышко. У нас сегодня четвертая заключительная серия отель Charm Grand Plaza, пятерка, первая береговая, район Напк. В этой серии будем смотреть, как отель провожает туристов. Посмотрим spa-салон, тренажерный зал, вообще какая ситуация на пляже. Обозначу сильные стороны, положу на недостатки. В сутки заплатил за одного 77 долларов, поэтому будем делать выводы касаемо отдыха в этом отеле. Все, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем приятного просмотра! Если вы собираетесь поехать на экскурсию, в описании будут ссылки. Там империя туризма. Я с ними уже ездил и по Хургаде, и по Шарм-эль-Шейху. Хороший сервис и хорошие цены. Поэтому рекомендуем. О, ничего себе! Доброе утро! Ветер. Видите, какие волны с утра. Так, сейчас время уже девятый час. Идем на завтрак. По номеру все нормально. Единственное, что плохой слив у ванны, когда в душе моюсь, то пока я помылся, она почти что можно ложиться в ванну уже, знаете, пенку и пенку набирать. Кровать супер. Вообще тишина такая. По чистоте все нормально. Вообще как бы спал очень хорошо. Так, я вот сразу хочу сказать, что я до этого отдыхал в отеле Сити Шарм. Так вот там в такое время, с утра, уже люди лежали в воде с утра. И вообще ощущение было вот здесь, в море идти не хочется. А там хотелось. Там тихо, тихо, спокойно, спокойно. Как будто бы лето. А здесь уже как будто бы зима. Сейчас идти мне в море, но вообще желания пока нет. Это надо. Поэтому вот так. Здесь вот эти все безветренные бухты. Отели будут очень популярны. Очень. Потому что идут самые холодные месяца впереди. Январь, февраль, декабрь, еще нормальные. А вот январь, февраль, начиная с числа, наверное, 10 января, и где-то по 15 февраля. Вот этот месяц самый такой, самый холодный. Уже, кстати, прохладно из-за ветра. Гора еще пройдет пару недель, надо будет уже кофту брать. Кофту брать с собой в отель на вечер. Я вот вспоминаю, я когда в Хургаде был, там попрохладнее было. Более ветрено и попрохладнее. Все-таки шарман такой более теплый. Особенно вот в Хадабе, бухта Наамабей, Расумульсид, Шаральмая. Вот так нормально там. Вот помню, лето было. Лето, говорят, ой, лето, Египет. Так жарко, как можно отдыхать. Да я так вспоминаю, дни были длинные. Купаться можно было с самого утра до позднего вечера. Я наоборот такой, что для меня лето есть лето. А сейчас уже вот... Не, ну осенью нормально. Море теплое. Ну вот скоро уже будет более так. Уже от горки, если без подогрева, уже не в кайф. Поэтому, если смотрите отель с аквапарком, даже если он подогреваемый, будете выходить. Ветер, если холодный, ну такое себе удовольствие. Я что хочу отметить, касаемо питания. Я же в разных отелях был здесь, в Наамабе. Считай, по-моему, не туда зашел. Есть такие отели, в которых... Сейчас обойдем. В которых просто питаться не хочется. Там как на выживание. А здесь я, хоть и простое питание, я, в общем, с удовольствием получаю удовольствие. И обслуживают хорошо. И места свободные есть. В этом плане нормально. Вот в тарелке все в свободном доступе. И куда хочешь подходишь. Не надо в очереди стоять. Сейчас яичницу приготовят. Видите, никаких очередений. Так, ну вот, все. Все аппетитно. Хочется есть. Так, что, в общем, стандартно. Овощи, фалафель, глазунья, сыр. И йогурт взял с орехами. Курага. Хочу показать, что там много свободных мест. То есть в зале, внутри можно съесть где хочешь. И на улице то же самое. Я взял еще добавку. Йогурт с орехами, с виноградом. И с джемом очень вкусный. И мне сейчас принесут кофе. Ну и все. Пойдем на пляж. Орех получается и фисташка, и грецкий, и лесной. Еще какой-то, в общем. Поэтому нормально. Вот мне принесли кофе. Получается, несмотря на визуальную простоту подачи, оно все съедобно и вкусно. И по фруктам нормально, и по йогурту. Я обычно редко ем, это только в хороших отелях. А здесь с удовольствием. Даже за добавкой пошел. Вот у нас есть. Здесь по салону. Позже посмотрим. Вот этот сад. Смотрю, с утра парень. Поливает, поливает, поливает. Чтобы такая зелень была. Это, конечно, надо ухаживать бесконечно. Пока что. Вот. Получается, что не особо весело вечером. Что я обнаружил. По морю, конечно. Не смотря, что здесь есть лагунка. Когда вот такие ветра. Особенно с утра. Оно не особо в удовольствие заходить. Лето может быть нормально. Но, если вы будете зимой. Учтите, что холодный ветер. Там, где мелкое море. А не кораллы. Оно. Оно. Воду сделает. Холоднее. Градуса на 3, на 4. Поэтому. И так зимой не сильно теплая вода будет. Градуса 23. А здесь будет. 19-18. Там, где лагунка эта. Оно будет. Январь, февраль. Ну, нежелательно сюда ехать. Декабрь это еще максимум. В марте, я думаю, тоже здесь холодно будет. Вот с апреля, возможно. Ну, тоже там вода получается. Смотрите. Я вот когда улетал в Турцию в мае. Вода в Египте не сильно нагрелась. Потому что мы когда с Олегом были, то для него холодно было. Вот как бы так. Вот этот бассейн возле бара. Должны греть. Но пока еще экономят. Пока обогрев не включали. Пока он холодный. Как холодный. 24. 24,5 где-то так. Наверное, бассейны запустят с декабря подогрев. Это тоже 24,5 пока. Так, вот встретил из Армении подписчика. Он уже сегодня будет улетать. Вчера Огрид уже на день рождения было. Отмечали. Сейчас покажу на пляже. Говорит, вот эти дни сейчас ветрено. А до этого было нормально. Ну, люди в воде здесь, в этой лагуне. Получается, конечно, с безветренными бухтами не сравнить. Смотрите, ситуация какая. Напк. Вообще, как бы, нежелательно покупать. Смотрите, какая обстановка. Риксос. Красный флаг. И вот здесь тоже самый красный флаг. Смотрите, люди ходят по кораллам. Не знаю, кто им разрешает. Видите, как далеко зашли. То есть, смотрите, вот люди идут туда, ближе к глубине. И получается, они, не знаю, там же кораллы. Они по ним ходят. Это все там рушат. Вообще ходить не надо. Вот зайти там, где, допустим, там лагуна и так далее. А ближе к стене вообще подходить не надо. Они подходят, ну, прямо к стене. Это очень плохо. Эти охранники, не знаю, что они там делают. Свистят последнюю минуту. Они должны сразу это все дело. Какой-то, даже не свисток нужен, а какой-то такой, чтобы громко на разных языках там говорили, чтобы люди выходили оттуда. Потому что он свистит, свистит, там ветер дует. Никто ничего не слышит. И люди ходят. Кока-кола, зира нет. Я взял немножко пива. Вот, если вы проспали на завтрак, вот здесь, смотрите, горчица, острый перец, овощи, апельсин, картошку приготовят. И бутерброды с сыром и колбасой можно перекусить. Проснулись. Когда проснулись, пришли. Вот здесь картошка фри, бутерброды с колбасой, пиво. В общем, бар работает с 10 до 2300. Я уже в следующем году хочу в Хургаду. Там столько отелей. Во-первых, все отели, которые я показывал, уже интересно посмотреть, какие они сейчас, что изменилось. Тем более, у меня уже больше опыта. посмотреть. Ну, вообще, как бы, уже хочется в Хургаду переехать. Просто на зиму не хочу, потому что холодно. Там холоднее, чем здесь. Только, как бы, здесь не сильно тепло будет. А в Хургаде вообще, как бы, не очень будет. Поэтому... Так, на следующий год, наверное, буду... Я буду, наверное, так. Часть в Шарм-Аль-Шейхе, там, часть в Хургаде. Так долго, как вот я сейчас в Шарме, я не буду. Я буду на зиму в Шарм переезжать. В более теплые месяца, наверное, Хургада. Ну, в общем, не знаю. Будем такой миг сделать. В Турцию тоже хочу. И вот, если сейчас визу не дадут, наверное, может быть, поеду в Арабские Эмираты. То есть, я могу поехать на экскурсию в Иерусалим. И могу поехать в Арабские Эмираты. Просто мне надо GoPro, хочу или 13-ю, или 12-ю купить. И хочу телефон какой-то новый купить. И вот, как бы, может быть, поеду в Арабские Эмираты. Не знаю. Сейчас, буквально, через некоторое время надо будет идти узнавать. Если будет отказ, возможно, буду звонить Диме, покупать билеты. Надо будет лететь. Во! Так, я прилег, чуть не уснул. Сейчас интересно, посмотрим, как отель провожает туриста. То, что встречали хорошо, а браслет могут срезать аж бегом. Будет важная информация для вас. Будете знать, если у вас поздний выезд, сможете ли вы пользоваться баром, рестораном или нет. Особенно, если вы приехали с детьми. Так, вообще, как бы, человеку, который приехал на отдых, хочется полноценно отдыхать. Приехал бы я сюда второй раз? Ну, наверное, нет. То есть, такого, что... Знаете, бывает, в отель какой-то приехал, допустим, есть какие-то отели такие топовые, в которые хочется вернуться. Вот, мне всегда хочется вернуться в Golf Beach by Rixos. А у Swiss отель бы я приехал бы. Риксосы очень крутые. Альбатросы, может быть, какие-то. Дело в том, что не все альбатросы видел. Допустим, Альбатрос Акваблю, только ради горок. Сам пляж мне не очень. Такой там, в общем, балаган. Вот, кстати, анимация здесь очень слабая. Вот, допустим, в Rihana, да, там анимация движ. А здесь нет. Там движ как-то было весело. И Rihana там ночью какие-то перекусы были. Ну, там такое, в общем, он мне не понравился. Здесь спокойнее, отдыхать комфортнее, чем в Rihana. Рихане такое, людей много, они не успевают обслуживать. Типа, как в этом, в Сити Шарме. Людей набрали много, обслужить не могут. Персонала не хватает, мест не хватает. До всего не хватает, приборов не хватает. Ну, что, отель нормальный. Тем более такой, что вот я с подписчиками своими из Армении общался. Они тоже освободили номер. Сейчас там пишут отзыв. Я тоже заполню. Ну, как, все нормально. Встретили хорошо, провожают хорошо. Браслет на руке. Карточка от полотенца у меня. Я говорю, пойду сейчас на море, как бы, взять полотенце. Лежать даже на шезлонге. Сейчас позагораю. Пойдем в спа-салон. Пойдем на обед. Посмотрим, что сегодня на обеде будет. Немножко еще я побуду часиков до трех здесь. Посмотрим, какая будет ситуация на пляже. Пока вот даже отсюда видно, что у нас красный флаг. Его вот так мотыляет. Так что, НАПК есть НАПК. Отелям, конечно, не позавиду в зимний период. Но, я думаю, европейцы, немцы, итальянцы, они будут все равно сюда ехать и нормально будет здесь. Вот, допустим, взять меня. Я вот на море два года. Ну, у меня море так, как бы, я наплавался. Кто, конечно, едет ради моря, естественно, такой отель не подойдет. Ну, вообще, в этом районе УНАПК. Может быть, знаете, еще какой? Еще вот есть здесь Барселло-Тиран. Вот там, как бы, такое немножко затище. Там с берега заход. Барселло-Тиран. Ну, все равно, может быть ветер. Может быть волны, может быть ветер. Поэтому в зимний там период желательно бухты без ветра брать. В ресторане все подготовлено. Во-первых, сетка везде. Смотрите. Вот что хочу отдать должное отелю. Они позаботились. Не просто сделали сетку для, как бы, что она есть. А они реально вот ее тут все сделали, что только комары могут пролететь. То есть не вороны, не птицы. Вот в этом плане они молодцы. И сверху, и снизу. Поэтому в отеле, кто менеджер, закупите сетки, сделайте в других отелях, как в этом отеле. Потому что здесь комфортно. Я пришел, сижу всегда на свежем воздухе. Не надо переживать, что там по столам. Вы понимаете, даже не в том дело, что вот эта птица, они же летают. А теперь это все как бы, это не допустим. Они по столам бегают. Непонятно, где она там прыгала, бегала, что клевала. Я делал в том, что когда в Хургаде был, я видел, что ворона ела крысу. Крысу раздавила машина, и ворона ее клевала. Потом она прилетит, будет с тарелки вашей есть. Ну, куда это годится. Сейчас зайдем в спа-салон. Посмотрим, какой здесь тренажерный зал. И посмотрим, спа-салон, какие цены. Такое, знаете, заявлен спортзал. Приходишь, там все разломано. То же самое и заявлено. Подогрев. Не факт, что он будет, и насколько он будет. Поэтому я всегда хожу с термометром, чтобы сказать, какая температура. Поэтому подписывайтесь. Будете знать, какие отели зимой с подогревом, какие без, какие бассейны с подогревом, какие без. Вот у нас здесь, возле ресторана, спа-салон. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Сейчас сразу посмотрим спортзал. Раздевалка, душ. Спасибо. Это free, да? Тут у нас, получается, массажные комнаты. Позже узнаю, сколько стоит. Так, здесь водичка простая. И спортзал. А, кстати, нормально. Смотрите. Беговая дорожка. Эллипс или там, альбитрек и велотренажер. Велотренажер. Тренажер для ног. Бабочка. Можно делать грудь. Может быть даже заднюю дельту. Еще велотренажер. Тренажер для ног. Для спины. Есть штанга. То есть, есть штанга. Можно все. И становую тягу поделать. И жим плечи, спины. В общем, все тело можно поприседать. Гантель выбор практически отсутствует. Ну, тут, наверное, можно найти блины. Смотрите. Ей сделать вес, какой необходим. Такой конструктор. Также есть там гриф. Т-гриф. Ну, для рук, для бицепса, для трицепса. Вот такой зал. Это, кстати, кондиционер. Хорошо пахнет. Девушка покажет саму, джакузи и хамал. Это уже платно. Пахнет. 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 Угу. Только сауна. Это джакузи. Джакузи и зона отдыха. Узнали, что я здесь живу. В общем, мне супер скидку. Говорят. Вообще, один массаж стоит 45 долларов. Если вы берете массаж за 45 долларов, вы можете сауны, джакузи, парной, то есть всем пользоваться. Если взяли вот три массажа, будут стоить 120. Ну, так как я из Хадаба, из Шармальшейха, они мне сказали три массажа за 100 долларов. То есть это уже получается по 30, там, с чем-то. В общем, не пользуйтесь всем. Ну, так, для информации, то есть если вы переедете, можете договориться. Если мне так сказали, то вы можете еще лучше цену для себя сделать. Получается, через 10 минут откроется ресторан. Пойдем пообедаем, а потом уже немножко здесь посмотрим обстановку. Ну, что, нормально здесь отдыхать, как бы. Питание нормальное, обслуживание нормальное, встречает хорошо. Не сравнить с этими отелями, которые, допустим, начинают с этими браслетами и так далее. Здесь все в этом плане нормально. Кстати, с утра такой ветер был, не плавать не хотелось, ничего. Вот такое, кстати, уже к зиме идет дело, поэтому это нормально. А сейчас уже погода супер. Хочется, честно говоря, уже идти на море и в бассейнах поплавать. В общем, минут 15, как начался обед. Сейчас пойдем, в общем, посмотрим, что сегодня будет на обед. Отличается ли обед от вчерашнего. Ну, хотя выбор, понимаете, как есть там и рыба, и мясо. Вы сегодня можете рыбу брать, на следующий день можете мясо. То есть здесь насчет поесть нормально все. Не экстракласс. Ну, я лично с удовольствием иду на обед. Вот смотрите, я пришел на обед. Уже 15 минут как идет обед. Все, в общем, садись, где хочешь. Тарелки, вилки. Подходишь, все берешь, все, что тебе надо, и убираешь место, где хочешь, там и садишься. Это очень круто. Помещение тоже. Все расставлено, и все свободно. И кофе можно взять, и стаканы, и тарелки. Ну что, видите, я взял тахинную пасту. Крылушки сегодня, там и рыба другая, и мясо курицу готовят кусочками вот такими. В общем, там есть еще выбрать. И кукуруза есть, и грибы. Вот, в общем, как бы есть что есть. Вот по питанию все нормально и в свободном доступе. С мясом еще взял, видите, такое штука здесь. Как называется, я уже не помню. Напишите, кто знает. В общем, разнообразие есть. Сегодня чуть-чуть иначе. Кстати, вкусная слойка такая. Я уже поел, ничего не заказывал, мне принесли пиво. Видите, сервис какой здесь. Допустим, в отеле Сити Шарм, там не то, что его принесут. Там вообще как бы, даже если подойдешь, еще попробуй возьми его. Ну что, питание простое, но вкусное. В общем, съедобно, самое главное. В ресторане сижу, пишет подписчик, говорит, добрый день, я ваш новый подписчик. Собираемся ехать, подскажите, какой отель. Я уже тысячу раз рассказывал, что это не моя работа. Если бы нечем заниматься, я бы выпускал один ролик в неделю. Может быть, я бы сидел от скуки и отвечал бы на это все дело. А так, я же говорю, у меня своей работают. Я сейчас отснял 4 серии. Сейчас домой я приеду, надо мне 2 дня не выходить, эти все серии сделать. Потом опять другой отель. У меня на себя нет времени, у меня свои как бы тут есть задачи, которые надо решать. А я вечно в работе, на тренировку, кто за инстаграмом следит, я прихожу. Начало первого. Потому что у меня в приоритете сначала выпустить серии, а потом уже все остальное. Уже по сути материал отснял, вам объяснил, как здесь отдыхать. Такой тихий отель для семейных пар, для людей, которые приехали в компании, которые хотят побыть наедине. Все, я взял полотенце. Сейчас посмотрим, или на пляже позагораю, или пойдем возле бассейна. Вот, несмотря на то, что ветер стих, в общем, пальмы не сильно колышат. Ну вот, смотрите, все равно волны, мчения, даже эти волны зависят не от ветра. Просто вот море бушует и все. Вот в этом районе бушует море. Так, все, я себе нашел место спокойно. Хотя, смотрю, у многих полотенца они все бросили. Видите, красный флаг. Немножко вот там солнышко, немножко позагораю. Есть бар на пляже, есть. Можно пойти в лагуне, там поплавать. Ну, сейчас подождем немножко. Может быть, погода изменится и поплаваем. Ой, класс! Тоже, когда уже работу сделал, лежишь и отдыхаешь нормально. Сейчас, может быть, я почитаю комменты, поотвечаю на комменты. Я там сказал, что я готовый турагент и люди это все обсуждают. Да я не собираюсь. Знаете как? Я когда на Бугипет переехал, я занимался Ютубом и онлайн работаем. Потому что на тот момент заработки на Ютубе мне не позволяли бы жить нормально. Поэтому... Что-то мне на очках пол взять. Вот. Вот поэтому я онлайн работаю, там занимался Ютубом. Было очень тяжело. Вообще, я хочу сказать, что на будущее там желательно, чтобы кто-то монтировал. Потому что снимать-то одно. А когда ты снимаешь, а потом тебя высасывает монтаж, то ты... А потом опять идешь ты снимать. То ты, в общем, не отдыхаешь получается. Ты работаешь 24 на 7. И днем ты снимаешь. И в те дни, когда ты не снимаешь, у тебя другая задача сделать ролики. И ты бесконечно работаешь. Поэтому желательно, конечно же, чтобы кто-то этим занимался. Очень хорошо, когда, допустим, это занимает... Ну, это совместный бизнес муж с женой, допустим. Они снимают, а потом, допустим, кто-то из них монтирует. Это, конечно, намного проще. А когда один все делаешь, это утомляет. Поэтому я не собираюсь, понимаете, как... Если ты начнешь там заниматься и турагентством, начнешь там заниматься и ютубом, и всем... Человек должен заниматься, я считаю, одним чем-то. Есть такая мудрая поговорка. За двумя зайцами погонишься, а успеха не добьешься ни там, ни там. Вот тоже пишет человек, говорит, что ты такой грустный. Ты на море, а как будто бы на каторге. Так я на море ж не только я приехал. Я радовался, когда, допустим, у меня отпуск раз там в полгода. Я приезжаю, да, я восторг у меня. А я здесь каждый день. Такой мне восторг. Смотрите, пол третьего. До сих пор везде везет красный плах. И Риксос, и у нас, и Паратель рядом. Сейчас пойду еще возле бассейна. Забираю. Дело в том, что каждый уж свой отдых. Там люди пишут, там это подходит, не подходит. Людей там много. И кто как, в общем, живет. Вот люди в бочу играют, тут в волейбол, тут сейчас спит. В общем, у каждого. Знаете, отдых это не только приезжаешь в море находиться. Бывает, люди приезжают отдохнуть от работы, от проблем, спятся в день на пляже. В общем, ночью где-то танцуют. Поэтому, кому что нравится. В каждую свою жизнь, скажем так. Меня вечно зовут на гору Моисея. Людям, по приколу, нравится на гору Моисея залезть. У меня нет такого желания. Поэтому, сколько людей, столько. Я бы лучше на горках катался бы целый день в аквапарке. В общем, что, я переместился в зону бассейна. Видите, свободные шезлонги везде. И вообще, бассейн, никого нет. Вот чем хорошо здесь, что тихо, спокойно. Ничего не гремит, не шумит. И куча всего свободного. И в ресторанах, и возле бассейна, и на пляже. Вот такая обстановка. Люди загорают, себе спят после обеда. Там у нас снэк-бар есть. Так, время уже 20 минут третьего. Я еще минут 20 полежу и буду уезжать уже. Вторая, читаю комменты. Думаю, зайду посмотрю. Пишет девушка. Ни английского, ни арабского в арсенале блогера нет. Типа колхоз. Человек зашел. Я заблокировал сразу. Пускай идет там, где английский язык. Кто-то преподает или арабский. То есть, негатив какой-то. Человек смотрит не обзор отеля, а такой ищет. Там что-то. Жизнь не так, наверное. Ну, в общем. Думаю, надо забанить. И заблокировал. Мне, получается, пишут, типа, комментарии продвигают видео. Типа там срач какой-то. Это раньше было такое. Раньше работало, да. Сейчас уже эта штука не работает. Поэтому коменты есть или комментов нет. Это как бы вообще путь. Сейчас вообще на это вещи YouTube не реагирует. Пишите, не пишите. Вообще разницы нет. Что, я немножко позагорал, отдохнул на пляже. Полежал для бассейна. Время уже 15.00-15.10. Я хочу посмотреть, что у нас ситуация на пляже. Вот наш пирс в красный флаг. Пока. Сейчас посмотрим, что в Rixos происходит. Ребята говорили, что Rixos на час раньше вешает желтый флаг. Сейчас мы проверим. Наш 4. О, да. Вот, смотрите. В 15.00 в Rixos уже все, желтый флаг. Но нам туда ходить нельзя, потому что с нашего отеля туда ходили. Говорят, на пирс не пропускают. По территории можно прогуляться. А на пирс нет, потому что это ответственность. Там другой отель должен отвечать за туристов, которые там что-то там случится. Они этого не хотят, по-моему. Так. Вот у нас видите джакузи. Люди в джакузи сидят. Ну и на пляже загорают. Я сейчас буду уже уезжать. В общем, по этому отелю все рассказали. Рассказал, показал. Такая здесь ситуация. Поэтому, если соберетесь ехать в него, вы будете знать, как здесь проходит отдых. То есть первая половина с красным флагом в основном. Ну и если все будет нормально, после обеда поплаваете. Часик-полчасика. Вот такая ситуация. Я лично в бассейнах крайне редко плаваю. Крайне редко. Что тут перекус у нас? В общем, курица, картошка фри, там булочки есть. Там сладости, дыня. По-моему, считающего здесь вообще. Тут, получается, нет никаких птиц, нет ворон. В общем, не знаю, где они. Там ни воробьи, ни птицы не мешают. Ну что, ребята обслуживают хорошо. Единственное, мне жалко было парня, который, смотрите, снэк-бар, он готовит и блины, и мясо, и блины там поливает шоколадом, и картошку фри готовит. Короче, один человек все готовит. У нас, смотрите, желтый флаг. Я могу теоретически сейчас взять маску, там, коралки, пойти поплавать. Полный пирс людей. Время сейчас B24. Солнце, смотрите, где. Солнце уже на закате. Все уже как-то. Я вчера плавал, нет смысла опять идти туда. Все, я сейчас буду уезжать. Все-таки знаете как, вот когда ты приезжаешь на отдых, это одно. Когда ты здесь живешь и снимаешь обзор, это другое. Вот, допустим, хочется мне сейчас на Мальдивы ехать, да вообще нет. А когда, допустим, я у себя дома жил, работал, я мечтал, да, какую-то страну увидеть, куда-то там поехать, отдохнуть, в общем, ну, было такое. Так как я сейчас живу у моря, у меня море есть от моего дома, я ж возле кафе Фарша живу. Могу ходить хоть каждый день. Поэтому такого, что куда-то хочется ехать, нет. Вот в Арабские Эмираты хочу ехать. Раньше, помню, летел. Вау, там Дубай, Шарж, Арджман. Ну, сейчас мне как бы... Ну, поеду, поеду. Я чисто надо будет вылетать, скорее всего. Я сомневаюсь, что у меня дадут визу. Вот у меня сомнения. Вот, да будет уже ближайшее там время идти, смотреть, что там у меня с визой. Если скажут на вылет, надо будет, скорее всего, в Арабские Эмираты, думаю, лететь. Что, жду ваши комментарии, как вам отель, понравился или нет, отдыхали бы ли вы здесь. Вот еще один отель в копилку заносим в платный бар. 24 часа в сутки работает. Еще сегодня мне надо будет встретиться с подписчицей. Привезла мне зарядку для батареек. Вот у меня Соник 3000. У меня два блока. Один блок у меня вышел из строя. Туда оставляешь две батарейки, заряжаешь. Один блок вышел из строя. Остал, в общем, не рабочий. У меня остался один. Ну, вот она мне привезет блок. Как раз будет еще запасной. И Олег, когда приедет, Олег купил такую же камеру, как у меня. Соник 3000. Думал, как бы, или себе, или мне. В общем, что-то цену нормальную нашел. И купил. Уже как бы не производят. Я говорю, давай везде, я у тебя ее куплю. И вот, когда Олег приедет, у меня будет вторая запасная. Соник 3000. И в Арабских Эмиратах хочу или 13-ю, или 12-ю купить. В сути, дела, разницы особо нет. Буду смотреть на цену. И, возможно, буду в ней нырять и без бокса. Там накроется за год. Ну, как расходный материал. Потом куплю другое. Потому что с этим боксом там не всегда удобно. Хотя морская вода для GoPro нежелательна. Ну, все, в общем. Только недавно, помню, шел. Думал, что за отель этот? Grand... Charm Grand Plaza. И вот я уже как бы ознакомился. Потому что мне бывает, пишет Вячеслав. Вячеслав, были ли в этом? Я говорю, да не был я в нем еще. Как-то хотели заказать мне обзор этого отеля. Но... Говорят, а когда выйдут серии? Они буквально через два дня уже ехали. Я говорю, ну как? Я пока закажу. Пока я заеду. Пока сниму материал. Пока выйдет серия там. Дней пять пройдет. Они говорят, да, мы уже будем там туда. Так что вот так. Если не интересует обзор какого-то отеля, заранее пишите. И... Заказывайте. Поедем. И сделаем ревизию. Узнаем. Бывает отель вообще супер. Потом испортился. И бывает так себе отель. Ну, наоборот. Изменился менеджер. И отель стал лучше. Поэтому надо всегда свежий обзор. Все, я уже свяжу. Моршрутки. Видно. В общем, завтра. Буду скоро дома. Вот. Иди сюда. Вот. Подписчики. Привезли мне. Там. Зарядку для. Соник 3000. Там. Для батареек. Да. Как зовут? Илона. Илона. Александр. Живете в Германии, да? Да. Вот. Сними, сними, сними. Зараза. Плохо видно. Тут вообще ничего не будет видно. Плохо видно. А это наша дочь. Ее зовут Виолетта. Просто свет. Там свет. Там плохо будет видно. Так. Вы в аренду машину взяли, да? Каждый раз берете? Растут. Растут. То, конечно, и запросы. Я имею ввиду, у нас в прошлый раз была машинка такая хлюпкая. Теперь уж, конечно, получено. Конечно, она и дороже. Ну, а получается, бензин-литр сколько стоит сейчас? Или газ? 30 центов с копеечки. Не знаю. Ой, вообще супер, да? 30 центов. Я даже не знаю, сколько заехали и залили полный. И катаетесь. По сравнению с ценой в Германии, где чуть ли не два ора стоит один литр, то, конечно, вот это копейки. Ну, останавливают вообще вот, если на машине не едете? Да. Только когда выезжаешь из Шарма, когда мы ездили в Рас-Мухаммед, в национальный парк. Там, ну, там это въезд. Въезд в него. Там платишь за въезд и проверяют там кто-то стоит. Угу. И при въезде туда оставляешь свою карточку от машины, а потом когда обратно возвращаешься с этого отель, это обратно. А так, в принципе, никто не останавливает. Они если видят, что европейцы едут, то европейцы, но во всяком случае, люди не арабской национальности, они знают, что мы поаккуратнее ездим. Так, а вы, получается, отеля не берете, просто там жилье снимаете, и вот как бы… Мы живем только в квартире. У одной тоже, да, получается, там хозяйки? Да, у одной хозяйки. Мы к ней уже привыкли, и мы всегда у нее живем. А бывает такое, что занято? Нет, в этом доме фактически одна квартира, тоже в ней очень часто живут. Одни и те же из Италии, девчонки две. И вот мы в другой квартире. И там в этом же доме еще есть квартира своей хозяйки, ну это ее дом. Но они приезжают иногда. Мы за все время, что мы были, мы видели их один раз, вот должен быть папа ее принехать. И какая цена сейчас, если не секрет? Цена 45 евро, не долларов, евро за ночь. За ночь. А, ну так прилично, да? Да, ну конечно, хорошая квартира, конечно. Квартира большая, по-русски трехкомнатная. По их меркам здесь, как бы, нет, да, трехкомнатная, по их это две комнатные, потому что они считают только спальни. А зал большой, очень большой зал, и он переходит в кухню, и там клетка, ну вот человек, так все в ней есть. Телевизор большой, и все там есть. Кстати, мы всегда покупали, мы смотрим телевидение, мы хотим, конечно, русской телевидение смотреть. И мы сегодня утром купили, мы раньше покупали только на телефоны интернет, и так смотрели, через интернет как бы, картину или там другое что-то. А на сей раз мы сегодня купили рутер. Купили настоящий и здешний рутер, загрузили нам там дофига, скажем так, 400 гигабайтов, там со всеми прибамбасами, со всем этим вышло где-то 40 евро, не совсем 40 евро. И вот я думаю, что нам этого достаточно будет, и в следующий раз если мы приедем, если нам не хватит, пошел зарядил, там добавил и дальше смотреть. Потому что намного дешевле, чем мы брать, ну не намного дешевле, но чем обильнее. Так а на пляж какой вы ходите? Мы ходим в основном на эльфанар. И это как пирса ныряете, да? С аквалан? Нет, мы это делали один раз или два. А в основном мы, у нас очень много, мы уже приезжаем сюда, больше 15-16 лет, я уже не знаю сколько. Вы дайверы все, вся семья, и у нас есть свои друзья, и мы с ними договариваемся, и с ними в принципе идем на лотку. Ну всё, всё, спасибо. Так что приезжайте все, приезжайте, не бойтесь ничего, не бойтесь брать квартиру, все здесь нормально, здесь люди живут, у нас здесь уже пол сар мошенника друзей, поэтому как бы мы встречаемся и ходим к ним домой, и они к нам приходят, не бойтесь, приезжайте, берите квартиру, все здесь нормально, здесь живут нормальные люди. то что рассказывает про молодых девчонок у нас у самих две дочери в таком возрасте взрослые поэтому не переживайте из девчата кто как себя ведет с тем так и обращаются если вы будете себя нормально примерно вести я не говорю там что они ходить там то все будет нормально никто вас не обидит и не египтяне очень вежливые очень добрые люди вообще безопасно вот я уже третий год живу в любое время выходишь хочешь ходишь где хочешь никто не подходит вообще без проблем не бойтесь это все это все только рассказали в отеле в это ли очень дорого стало поэтому и когда ты один в вашей квартире и на машине ты сам себе хозяин мы захотели поехали туда на хотели поехали сегодня решили поедем на лодке поэтому как у вас каждый день новые дамы как как придумаем так и в пятницу поем раз на память на яхте до пляж с друзья на пляж шикарный через сушку есть у тикарями да поедете да там нужно но там живут бедуины все устроено так и с крышей со столами со все они там грилеты мясо и салаты и очень картошка очень вкусно самое главное вода пищи песчаная песок пляж бесподобная вода вообще люди думают что я шарм хорошо знаю а у меня путь один дом отель и дом отеля я не знаю вы больше знаете квартиры квартиры и как говорится приват мы знаем очень многих людей и к ним ходим они к нам ходят имели с египтянами общая не только допустим там русские ли там еще кто-то а именно вот в это время приезжают много с которым мы раньше погружались итальянцы англии мы уже все знаем и поэтому как бы мы с ними встречаемся в прошлый раз мы были здесь мы встречались у одного друга и девчонки с швейцарии были и люди с италии были поэтому отлично ну все хорошо спасибо